Хореографическое отделение Видновской детской школы искусств существует уже пять лет. На будущий конкурс с символичным названием «Скрипичный ключ» от коллектива будет выдвинуто сразу несколько номеров, как в составе ансамбля, так и сольное исполнение. Конкурсы для нас это не новинка. Мы постоянно в них принимаем участие. И вдруг мы узнали, что у нас в городе Видны будет конкурс первый, телевизионный, и мы не могли не откликнуться. По словам руководителя хореографического отделения Ирины Церингер, участие во всевозможных конкурсах не более чем часть педагогического процесса. Какое место заняли учащиеся, по большому счету, значения не имеет. Такого же мнения придерживается и большинство воспитанников. Но с определенной поправкой. Главное это участие, а не победа. Но когда участвуешь, нужно все-таки немного целиться на победу, чтобы выступить как можно лучше. Организаторы конкурса не ставят перед собой каких-либо амбициозных целей. Главное, дать возможность творческим людям района пообщаться друг с другом, помочь им раскрыть свой потенциал. Аня Трифилова будет выступать с сольным номером. В свои 10 лет она уже имеет опыт выступления в конкурсах. В этот раз девочка станцует на пуантах. Пальцевую технику она освоила совсем недавно. Я чувствую себя уверенно. Я знаю, что я все знаю. И просто повторяю движение, которое если вдруг забыла или что-нибудь такое. Рядом разминаются Алина Беляева и Алена Арсенийчук. Они также будут принимать участие в конкурсе «Скрепичный ключ». Впрочем, и для них соревнования уже стали привычными. Только что юные артистки вернулись с танцевального конкурса, где стали победительницами. Конкурс «Танция без границ». Мы на него ездим уже второй раз. И в этот раз у нас больше людей ездило. Мы заняли много почетных мест. Было очень приятно там побывать. Узнали много новых номеров. Вместе с Алиной боевые трофеи в родную школу привезла Алена Арсенийчук. В свои 12 она является уже довольно опытным исполнителем. К любому выходу на сцену, на конкурсе в классе или на концерте, Алена подходит как к определенному экзамену, в котором главный экзаменатор – сам исполнитель. Каждое выступление – это не просто какое-то выступление или просто победа. Это переступить через себя. Это доказать, что ты можешь это сделать. И не просто сделать, а сделать это хорошо. Если каждый из участников будет подобным образом относиться к будущему конкурсу, без сомнения нас ожидает довольно эффектное зрелище. Только танцевальных номинаций в конкурсе будет 9, а еще вокальные номера, инструментальное исполнение, номинация «Художественное слово». Все желающие смогут увидеть конкурс на нашем телеканале, ведь «Скрипичный ключ» – это первый в районе телевизионный конкурс. Максим Козлов, Данил Свидерский и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.